доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка мира и добра вот при святой троице я рад что вам нравится наш красота и действительно красота не только в этом месте где я все время хожу и где живу на самом деле весь район очень живописный и я все время говорю что это район перспективный перспективный в рамках программ санаторно-курортного и рекреационного отдыха очищающего тип я бы так сказал потому что тут главные ценности это чистая вода чистый воздух достаточно чистая духовная атмосфера потому что это очень важно чтобы все-таки был дух у той территории на которой создаются эти санатории и эти деревни как мы тогда предполагали будут экодеревни они появились это мы первые заговорили в академии туризма об экодеревнях они появились но к сожалению не здесь или к счастью что не здесь потому что те кто управляет районом достаточно долгое время никак не могут его взять в руки никак не могут с ним управиться я уже рассказывал что за последние 15 лет здесь сменилось управляющих районов по моим 12 человек так 23 человека по несколько лет сидели было время когда даже погоду некоторые не сидели и это чехарда конечно привела к тому что район очень очень опустился во первых он не успевает за теми я бы так сказал цивилизационными процессами которые происходят и в мире и в стране ну особенно в городах побольше у нас рядышком не только москва но нижний новгород иваново там конечно кое-что развивается особенно в нижнем новгороде и это развитие не такое видимое вот как скажем строительство в москве там все все такое но сама атмосфера того что более технологично все становится более цивилизованно она конечно дает свои плоды наши плоды вот какие вот вот какие вот как можно идя вдоль дороги бросить бутылку пластиковый или пакет пластиковый я вот этого никак не понимаю а замусорена вся вся если вам показать вся обочина замусорена вот ходят и бросают это что это как раз вот и есть то можно так сказать не развита из души где земля где твое место жительства для тебя ничего не значит и ты мечтаешь отсюда уехать и все родители здесь воспитывают детей в таком духе учись а то в пистяках останешься это как горе несчастье остаться в пистяках только те кто родители те кто могут своих детей здесь как-то устроить знают заранее что они их куда-то к своему ведомство устроят в эти вот могут детишек здесь при себе и оставить остальные все стараются конечно чтобы ребенок куда-то поступил куда-то уехал спасибо и правильно делают действительно что что ты здесь поимеешь если у тебя хорошая голова если ты развит мало чего тут просто даже некуда особенно все это приложить и не к чему приложить тех капиталов которые могли бы развить твой бизнес или еще что то здесь во первых не существует таких капиталов если существует то у единиц тех кто здесь занимается торговлей а это не составляет никакого можно так сказать такого буфера движения или локомотива движения они никак не объединены здесь им стыдно показать что они имеют капитал хотя какое-то время было что машины покупали дорогие чтобы показать что я успешный человек а теперь у всех эти машины и не поймешь какая дорогая какая дешевая это уже не работает не работает и то что ты дом можешь какой-то отличающийся от других построить потому что выехал за 50 километров нижегородскую область а там все дома таки там люди побогаче и поэтому уехал народ уехал и умер как ни странно мы входим в самых лидерах по умиранию населения в ивановской области пуча шпистяки верхний ландик просто стариков тут много а область в лидерах по стране среди лидера это очень интересно что такой чистой экологии таком замечательном месте где здоровье можно получать люди умирают выше всех по стране ну я вам рассказывал что да теперь уже вон и недавно мне статью прислали что одна из главных причин это уныние одиночество больше чем плохое питание людей от этого умирает поэтому район пустует кадров нет денег нет область видимо давно не верит что здесь что-то кроме леса можно взять лес практически весь выпилили которые можно было выпилить и поэтому думать о том что этот район вдруг сделает скачок революционный по своему развитию здесь построить санатории или эко-деревни и создают условия их работы в общем то сложновато поскольку самое главное в этом процессе в этом бизнесе в туристическом бизнесе скажем так сараторно-курортом бизнесе это кадры так кадры мы когда-то под это одумали что программа родниковое кольцо который выдвинул академия туризма на государственный уровень где ее одобрили государственные люди матвиенко ее в руках держал и говорил вот это да включили в программу дети россии развитие этих санаториев нет и в области губернатор за губернатор менялись и здесь менялись те кто может что-то сделать и поэтому кадров нет мы в свое время с академии туризма открыли здесь филиал академии туризма набрали 60 человек которые должны были закончить этот филиал маленький рыбак так удивительно вы каждое утро часов в пять что ли вы приезжаете 6 приезжает с отцом молодцы он сюда перебрался ну у меня здесь такой уголочек а мне все на том берегу этих щурет тащать таскают таких щучек да там потаскают вот такие ребята здесь очень хорошие дети они рождаются такие чистые незамутненные вот в этой природе себя осознают как хозяин природы но образование я только одно скажу что 90 процентов учителей пенсионеры причем давно пенсионеры они очень хорошие учителя из старой так называемой школы но сейчас школа не требует от учителей личности самое главное дать то что написано там по минутам разложено высказать при этом еще и сохранить авторитет какой-то который должен у молодого человека сейчас обязательно быть он насмотревшись в интернете и наслушавшись таких лидеров таких спикеров что трудно воспринимает тех кто сейчас здесь медленно что-то ему разжевывает что-то пытается поэтому конечно здесь образование есть но жалуются родители что когда дети приезжает поступать высшие учебные заведения куда-то у них сложности в том числе знания их поэтому конечно это весьма сложно и от этого и кадров то не может быть понимаете видите должно было быть образование которое эти кадры готовит с детского сада должно быть место куда они придут на работу чтобы было стремление эти образования получить и должны быть те кто это образование дает то есть у тех кто дает образование или вообще воспитание то есть это и культура и библиотека и общая масса людей должно быть больше знаний чем тех которые они дают молодому человеку а сейчас молодежь в интернете конечно это не знание это это такая поверхностное нащипывание таких ярких каких-то фактов и каких-то ярких картинок но эти знания затмевают в ребенке оба уточки летят готовятся 6 штучек еще живые не знаю наш или уже начинаются других мест они так вот подтягиваются к югу перелетают с места на место и все ближе к югу как наши перелетают правильно говорят что рыба ищет где глубже на человек где лучше вот здесь вот не глубоко будет спуск маленький на тут на поверхности плавает но и как решить этот вопрос я не знаю то есть вот так доказать области что ой пистяковский район а величина его пистяковского района с москву вот территории москвы я как-то обнаружил что вот он в поперечнике в диаметре такой же как москва а живет теперь у нас здесь пять тысяч населений то есть пустыне грубо говоря только вход в пистяках народ видишь так можем много километров ехать и никого нет и поэтому кто поверит во что поверить я не знаю как это все понять пришла сейчас у нас вроде активная глава администрация ее много-много лет знаю она сама успешный человек так вроде все бы хорошо но я знаю на что она пришла то есть она если бы пришла вот так последовательно к тому как она пришла что-то в делали 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 тут что-то развивалось и она бы могла это одно дело она пришла на развал где все можно так сказать надо начинать заново и всю эту разруха разгребать поэтому делает что-то красит мосты и рухнули в городе в городе красит освещает еще что-то но это все они не то что может дать развитие района в район может развиться если в действительно в него поверят вот в эту рекреационные возможности и вложиться но теперь только приезжими кадров нет конечно если начать с одного санатория в течение десяти лет например так вот развить и потихонечку дальше развивать то можно постепенно просто скачка такого который когда-то был запланирован что там 10 санаториев по району должны были построить за пять лет на пять лет собрать этих и обучить тех кто в них будет работать сейчас такого конечно быть не может некого просто собрать кадров нет кадров да я же не сказал что когда мы приехали здесь было в районе 28 тысяч населения это 30 лет назад а сейчас 5 может быть с копейками а может быть и без вот так такая он стреляет стреляет вот здесь уже не охота началась у нас даже охотники далеко из дома не никуда не ходят вышел и стреляй красота конечно потрясающе ну дай бог дай бог я думаю таких мест много по россии и они все здравствуйте носители такого потенциала их молодец папа здоровья всем приезжайте продаются домики по цене которые они продаются это указывает на значимость того как здесь осознают те кто их продает как здесь хорошо а так здоровья вам радости аминь да будут все едино как ты очень во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино было долгие Продолжение следует...